Китайцы не знают, что все знают, что все равно это было. В этом году президент Каравай. Акцал отчет? У нас есть аль? У них нет, а не нет. Я прошел в Акцал отчет. Этот разговор двух мужчин, один из которых, как выяснилось в ходе записи, является якобы гражданским активистом, а другой собеседник якобы влиятельным человеком в Кыргызстане, имеющий близкие отношения с президентом Соромбаем Джиенбековым. Широко распространилась в сети интернет. Мужчины говорят о росте количества граждан Китая на территории Кыргызстана и способах их депортации на родину. Мужчины говорят о росте количества граждан Китая на территории Кыргызстана и способах их депортации на территории Кыргызстана. А здесь мужчина, якобы сотрудник правоохранительных органов, рассказывает следственной группе, как граждане Китая его жестоко избили арматурой по непонятной причине и только приведя оружие остановились. Все эти материалы, естественно, у каждого кыргызстанца зарождают негативное отношение к нашим соседям из Поднебесной. То есть антикитайская политика, которая становится все острее в обществе, может в конце породить настоящую вражду между двумя народами, считают эксперты. А так, а пока Кыргызстан является экономически зависимой страной, когда Пекин финансирует какие-либо проекты в Кыргызстане, тем самым отправляет в нашу страну своих граждан в качестве специалистов или строителей. Поток китайцев не прекратится, сетуют политологи. Кредиты всем, проекты там, а вместе с ними идут китайские рабочие, миграция какая-то ползучая. Вот это все представляет какую-то для нашего народа эксистенциальную угрозу. Может мы потеряем свой суверенитет, может мы ассимилируемся каким-то образом. Кыргызстану остается только четко следить за их количеством в стране и контролировать всех мигрантов из Поднебесной, чтобы в будущем китайцы и вправду не вытеснили нас же самих. А это вполне возможно, добавил Акматов, так как Китай – это могущая страна с выше полутора миллиардным населением, так как ее опасаются даже Соединенные Штаты Америки и каждый раз вводят новые ограничения для мигрантов. Мы же очень такая маленькая страна, мы очень резонно беспокоимся. Наши соответственные органы очень тщательно должны, вот кто заходит в Кыргызстан, они выходят ли, соблюдаются ли вот эти все временные отрезки, на сколько дня они приходят, когда они должны выходить. Вот эти наши органы должны четко работать. С каждым годом Китай заключает коммерческие сделки со странами почти всего мира, как дерево пускает свои корни все глубже и шире. И опасения, которые существуют в обществе, вполне разумны. Поэтому, как считают специалисты, Китай может и помогает нашей стране в развитии, но в то же время стоит помнить, что придет день расплаты. Необходимо не допустить того, чтобы расплата была нашим суверенитетом и независимостью. Айда Мадбекова, Тичты Кольбаев, НИЮТВ.